Если ты уже несколько лет топчешься на одном месте и не можешь разобраться с какой-то непонятной системностью и хаотичностью в своей жизни, то это видео для тебя. Очень часто нас на месте держат 4 скотских состояния. Первое это подавленность, второе это постоянный стресс, третье это апатия и четвертое самосаботаж, враг любого действия. Для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, мы должны понимать, как они работают, то есть что их порождает и что нам необходимо для того, чтобы их преодолеть, либо их обойти, потому что бороться с этими состояниями бесполезно. Перед тем, как мы начнем, напиши, пожалуйста, в комментарии, сколько раз ты пытался начать новую жизнь и в этот раз точно достигнуть каких-то успехов. Что нам нужно знать? То, что есть у человека 4 базовых чувства, которые в него вшиты. Это печаль, это тревога, это страх и это гнев. То есть самое важное, тут не нужно их окрашивать в негативные цвета, они неплохие. То есть это их социум уже окрасил, потому что не понимает разницу. Вот, например, часто мы понимаем под страхом только боюсь, но страх это не только боюсь, страх это я еще это не могу взять, либо я еще для этого не готов. То есть у меня на это не хватает ресурса, потому что страх отвечает за распределение ресурсов психики. То есть он отвечает, грубо говоря, за планирование. И вот страх, он порождает два состояния. Когда ресурсов у нас мало, когда у нас мало поддержки, когда у нас мало уверенности, когда у нас мало желаний. Страх рождает состояние апатии. То есть, да, я знаю, что мне нужно сделать, но я это делать не хочу. Вот не хочу и все. Вот это есть апатия. И в то же время страх, когда ты в плюсе, когда у тебя всего достаточно, достаточно знаний, достаточно денег, ну там для того, чтобы там сдвинуться с мертвой точки, достаточно времени. Например, он порождает уверенность. Или, например, как вот многие самосаботажники. То есть у них постоянно какие-то проблемы. Они либо их себе создают, потому что у них не хватает основных ресурсов для того, чтобы реализовать свою цель, например. Либо они уходят вообще в какие-то блудники, которых очень сложно вытащить. И вот тут люди думают, что нужно работать с психологом. И психолог начинает вообще рассказывать лютую дичь. И вообще даже можно многих психологов просто-напросто проверять, что такое психология, чем занимается психолог. И вот многие психологи, они любят отвечать так, что психолог, он лечит душу. Но мы должны понимать, что лечат душу, это душевнобольным. И вот давайте просто пример. Вот есть иглотерапия. Это когда лечат иглами. Есть там пиявкотерапия, когда лечат пиявками. Есть ароматерапия, когда лечат запахами. А вот психотерапия, причем психотерапия, это лечить душу. Психотерапия, это лечить душой. Если уж на то пошло. И вот они вот очень любят говорить о том, что вот мы психологи, мы работаем с человеческим сознанием. Алло, ребята, соберитесь. Человеческое сознание это когнис. То есть все психологи должны работать, судя по их описанию, с бессознательным. Они почему-то пытаются лезть человеку в сознание. А у них навыков для этого нет. И вот поэтому они начинают как-то пытаться понять сознательно природу самосаботажа. И они вообще смотрят в левую сторону. Не понимая то, что самосаботаж это малое количество ресурса гнева. Самосаботаж это когда я себе не разрешаю свои желания. Самосаботаж это когда я себе еще не ответил, чем я хочу по-настоящему заниматься и что я хочу делать. Взять, например, подавленных каких-то ребят. То есть состояние подавленности, оно возникает тогда, когда человек проживает печаль. То есть ему нужно сделать какой-то анализ и сделать какой-то вывод. И он прекрасно понимает, например, то, что, блин, от этого я отказаться не могу. От этого я отказаться не могу. То есть, и он становится подавленным, и он начинает испытывать одиночество, потому что вокруг него малое количество людей, которые могут его поддержать или помочь ему сделать анализ. И, соответственно, психолог говорит, о, ну раз вы подавлены, у вас депрессия, но депрессия это вообще совсем другое. Депрессия это когда твоя психика перегружена векторами задач, то есть, векторами проектов. То есть, когда у тебя в голове много чего я хочу сделать, и много чего мне нужно делать, понахватался когда всего, тебя давит. Это называется депрессия, это потребность психики выйти из-под давления. И вот, понимая вот эти штуки, как они работают, становится легче жить, появляется какая-то система в жизни, и потому что у каждого чувства есть определенные действия, которые необходимо сделать для того, чтобы оно было прожито правильно. И за каждым чувством закреплено какое-то желание, то есть, то, что мы должны сделать для того, чтобы усилить чувство и прожить его правильно. Звучит это все очень тяжело, и звучит это как неподъемная работа, но на самом деле это не так. Ресурсов психики всего 8, чувств всего 4. И эти 12, так сказать, тем мы можем с вами разобрать в разрезе двух недель под моим наставничеством. Приглашаю вас присоединиться к своему комьюнити, и за две недели вы поймете, на чем стоит ваша психика и как она работает. Переходи по ссылке в описании, и твоя жизнь больше никогда не будет прежней. С тобой на связи был Журман Иван, LifeMentor. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok